Здравствуйте Проходите Вы у нас по записи, правильно? На обследование лица Все верно? Хорошо Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее Не переживайте Все будет хорошо Со всем разберемся Все выясним Причину ваших Небольших покраснений Как я вижу Высыпание Капельку да есть Так Скажите мне Вы сейчас Без макияжа, правильно? Так, сейчас я надену Перчаточки И тем не менее Нам нужно будет протереть личико А вас что-нибудь еще беспокоит? Общее состояние, да? Не очень Угу Так Итак Сейчас я протру лицо Антисептическим таким тоником Он приятный Не переживайте Нескомфорда не доставит Так Так Дрошит Так Здесь Сверху чуть-чуть Так, здесь надо проникать Так Что тут? Давайте, вот капельку вижу высыпания Вот тут, ты, к сожалению, тоже чуть-чуть веет покраснение Так Ну и все это говорит, к сожалению, о не совсем стабильной работе определенных органов Так-так-так-так-так-так Так-так-так-так-так Так, хорошо Так, ну что? Ну все нормально Немножечко вам сейчас расскажу Что к чему? Я уже займусь детально с вашим личиком У меня есть вот здесь наглядный рисуночек где указаны определенные участки нашего личика которые отвечают за наши органы То есть если у нас есть какие-то проблемки под глазками значит что-то неправильно работают почки, к сожалению Если какие-то проблемы над бровками что-то может быть с нашим сердцем за вот эту область, как мы можем видеть отвечает печень Если вы поели что-нибудь журненькое, например или пили алкоголь то очень часто вот здесь появляются либо покраснения, либо какие-то высыпания могут быть Щечки наши отвечают за желудок Но А еще у нас здесь есть тонкий кишечник желудок, толстая кишка то есть каждая часть несет в себе посыл нам чтобы мы поняли на что нам стоит обратить внимание к чему присмотреться Здесь у нас идут органы малого таза то есть здесь мочеполовая система но если здесь что-то иногда бывает то, например, у женщин, у девушек иногда это вызвано какими-то гормональными может быть изменениями также очень часто перед месячными у девушек тут тоже бывают какие-то высыпания в такие периоды не стоит волноваться это абсолютно нормальное явление так здесь у нас идут легкие то есть это примерно вот эта вот часть вот здесь вот у нас отвечает за желчный пузырь то есть височки наши если у нас вот здесь вот бывают по линии роста волос бывают какие-то высыпания или покраснения то это говорит о небольшом нарушении желчного пузыря к сожалению нужно немножечко почистить сесть на какую-то диетку поэтому тоже стоит обратить на это внимание так я вам примерно показала что к чему сейчас я приступлю к детальному анализу все посмотрю проверю и мы с вами уже напишем заключение что не так что нам нужно подлечить что нам нужно где-то может быть поаккуратнее относиться поосторожнее хорошо так ну давайте начну я пожалуй вот как раз с линии роста волос так 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 немножечко есть вот здесь покраснение к спельку с этой стороны посмотрим с этой стороны с этой стороны тоже мне придется немножечко почистить желчный пузырчик так хорошо напишу вам шелчком наверное надо будет так обязательно пробить так пробить так вот тут еще так с этой стороны с этой стороны капельку вот еще гляну так так сочки что у нас тут на височках в целом височки в целом височки височки в целом височки чистенькие так 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 этот раз мы капельку посмотрим так 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 хорошо с этой стороны тоже чуть-чуть нормально у нас тут не переживайте все нормально так так вот здесь вот ближе к ушку гляну за ушком тоже так вот здесь вот капельку есть покраснение но они такие не критичные это опять так немножечко желчный 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 как у вас дела об этой от питания нарушаете да ну да без этого конечно никак все мы люди все хотим вкусно покушать праздники различные дни рождения да и вообще слабости так сказать это нормально ну чтобы проблем не возникало конечно основную часть нашей повседневной жизни надо следить конечно за питанием стараться кушать водворное какое-то запеченное возможно так здесь сейчас еще раз гляну вареное в духовке запеченное тушеное что-то это все на самом деле не так уж и плохо не так уж и невкусно я бы сказала абсолютно нормально главное главное желание считаю так вот здесь вот лобик вот эту вот часть посмотрю сейчас вот так тут у нас печень да тоже чуть-чуть у нас тут такие покраснения желчные печени все это у нас конечно что-то вам нужно тут менять питание не попроси жизни но я так поняла вы часто да нарушаете режим но если вы не возьмете себя в руки к сожалению ситуация может ухудшиться и это будет проявляться не только на вашем личике но уже и даст знать изнутри вот так вот так 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 лобик в целом нормальный чистенький все хорошо здесь вот есть здесь чуть-чуточку здесь здесь я не говорю что кожа должна быть полностью идеальная но наш организм очень умный и он не даст нам ошибиться и все нам показывает заранее пока еще это не ухудшилось совсем посматривайте все вокруг носика в целом нормально носик нормальный бывает еще вот здесь небольшие прыщики выскочут на кончики носика это говорит о сердечно-сосудистых заболеваниях к сожалению если это сопровождается сопровождается какими-то так знаете вот синенькие губки могут стать к сожалению это может говорить о приближающемся инфаркте поэтому нужно очень хорошо следить за этим на носик у вас чистый все хорошо слава богу так щечки проверю так щечки 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 ну так 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 эта щечка нормальная давайте вторую посмотрю вот так нажимаю никаких нету реакции нормальный образ так, хорошо посмотрю теперь надо и ранее губкой вот эту вручаю все так так здесь у нас получается отличаются легкие наши ну так так все все чистенько так очень хорошо что чистенько так так вот это вот вот этот чайник смотрю угу это нормально так наверное этот парень прог arbitляет так 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 ну гу-гу хорошо так теперь посмотрим у от этой Ну вот и подбородочек, хорошо? Так, здесь ладно Чуточку Смотрю Так, капельку тоже есть высыпание, но у тебя как раз таки Скорее, такие временные Скорее, по-шенски Ничего страшного нет Сейчас порог не пройдет Так, хорошо С этой стороны капельку есть, но не критично Вот так Правильно Так Вот здесь На голову Чуть Вот здесь Так Так Так, все хорошо Тоже чуть-чуть очко есть, но даже не критично Временная линия Так что не переживайте Так, ну и сам подбородочек Сам подбородочек Так 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 Так, хорошо Так 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 Ну все нормально Что делать Я отправлю вас на УЗИ УЗИ желчного и печени Хорошо? Сейчас выпишу вам направление Можно, пожалуйста, вашу фамилию и имя Угу И дату рождения Угу, хорошо Итак, значит Заключение по личку нашему Возможны проблемы с желчным Я вас отправляю на УЗИ Желчного пузыря Перед тем, как туда идти Я вам могу уже сейчас сказать, что Вам нужно снизить Потребление Жирного Очень острого Алкоголя Если такое имеется Больше Больше пейте водички Угу Так, дальше Обязательно УЗИ печени Проверить Тоже Тоже Сразу могу сказать, что Печень Тоже Это вообще Фильтр всего Нашего Так сказать Организма Все, что в него поступает Она Такой Мега работник Наверно Получше, чем сердце Все это дело Она Фильтрует Поэтому Тоже Нужно Ее немножечко Пожалеть Так ВЗИ печени Ну Я думаю, пока что Все Больше никаких Таких Серьезных проблем Я не увидела Здесь Какие высыпания У вас есть Это Больше похоже Именно Временная Да, как вы поняли Так Ну и Как только Вы сходите На УЗИ Я жду вас На повторный прием Посмотрим Что скажет Ваша печень И тогда уже Определимся с лечением Ну Как я уже сказала Уже сейчас Нужно Сесть на Небольшую такую Диетку Скорее даже Это не диета А Правильное питание Хорошо? Ну Все тогда До встречи Буду вас ждать Телефончик Я там свой указала Если что Звоните мне Ну все До свидания